Девушки отдыхают Добрый вечер, дорогие друзья, и вас приветствует игровое шоу для всей семьи. Энергия, удачи! В это воскресенье мы рады вам сказать здравствуйте, уважаемые телезрители, и наша красно-белая студия уже готова для просмотра, и, конечно же, мы ждем от вас телефонных звонков 222-333, наш генеральный партнер Торговый дом Энергия. Кстати, моим ведущей сегодня будет менеджер Торгового дома Энергия, очаровательная Юлия. Юлия, мы надеемся, что эта программа у нас пройдет весело, а участники уже в нашей студии, и через несколько секунд мы вас познакомим с ними. И это игровое шоу для всей семьи. Энергия, удачи! И в нашей студии под аплодисменты мы приветствуем участников троих парней. Давайте знакомиться. Чем занимаетесь, с какой школы и что любите делать? Меня зовут Дамир, я из 27-й школы. Люблю играть в футбол, также занимаюсь плаванием. Пришел сюда. Молодец! Сегодня мы проверим твои не спортивные достижения, а твой интеллект. Как зовут вас, молодой человек? Вы в студии, все нормально, расслабьтесь. Меня зовут Тимур, я из 27-й школы. Люблю заниматься футболом, хожу на борьбу 4 года. Спортсмен у нас сегодня, да? Да посмотри. Как зовут вас? Меня зовут Бонаренко Дмитрий, я тоже являюсь учеником 27-й школы. Мы вот практически с одного класса. С детства вместе играем в футбол, баскетбол. Слушайте, молодцы. Надо в вашу команду влиться, а? На цикле катаемся, на рыбалку, на речке, везде вместе. Вот сейчас, кстати, не знаю, может меня осудят, но очень мало таких людей, которые свой досуг проводят на рыбалке, спортом занимаются. В общем, господа, давайте посмотрим на темы, которые сегодня у нас будут в проекте. Внимание на экран. Сегодня у нас вопросы по географии, астрономии, млекопитающей. Очень легкие, кстати, вопросы. Правила дорожного движения, я думаю, вы все эту тему будете выбирать. Музыка вокруг нас и математика. И мы начинаем с вас, Даниан. Дамир, простите. Дамир, выбирайте тему, которая вам близка. География. Вопрос по географии. Итак. Какая самая длинная река в мире? Итак. Нью. Совершенно верно, молодец. Давайте поддерживать. Веселее, чтобы было. Выбирайте, пожалуйста. Математика. Математика. Итак, профессор ложится спать в 8 часов вечера, будильник заводит на 9. Сколько спит профессор? Молодец. Ну, нажимай на кнопку только. На кнопочку, не забывайте. Совершенно верно. Дмитрий Ческо, кстати, мой, да? Выбирайте матему. Ребята. Математика. Математика. Если числитель равен знаменателю, то дробь равна... Молодец. Дмитрий был первый. Так, но нужно нажимать на кнопочку. Потому что здесь должна быть реакция. Хорошо. Выбирай дальше тему. ПДД. Правила дорожного движения. Итак, сейчас на экране появляется знак. Нужно угадать, что это такое. Дима? Это осторожная железная дорога. Да, это путная железная дорога. Верно, молодец. Выбирай далее. ПДД. ПДД. Хорошо. Вопрос по правилам дорожного движения. Стоп, Дмитрий уже остановится. Молодец, красавчик. Хорошо, выбирай тему. Математика. Как называется многоугольник с наименьшим числом сторон? Это? Треугольник. Молодец. Дамир. Дамир, верно. Это треугольник. Выбирай тему. Выбирай. География. Вопрос по географии. Итак. Самые высокие горы в мире. Это? Гималай. Молодец. У вас тут, Дима, привычка в школе. Тимур, вливайся, да. Я нажал на кнопку. Молодец. Тимур, Тимур, давай, давай, собирайся. Догоняй. Я понимаю. Ну, у нас нет, понимаешь, если бы были нормативы по физической культуре, то мы бы смогли бы, да, сделать. Надеемся, что скоро в нашей студии появятся такие атрибуты, там, турники или уже футбольное поле целое. И там будем мы конкретно уже определять победителя. Итак, выбирайте тему. Математика. Как называется отрезок, соединяющий точку окружности с ее целью? Радиус. Молодец. Это действительно радиус. Выбирай тему. Математика. Математика. Какую геометрическую фигуру представляет собой футбольный мяч? Ох, ох, шар. Молодец. Это действительно шар. ПДД. ПДД. Итак, на экране. Объезд направо. Молодец. Движение направо. Действительно это так. И? ПДД. ПДД. Хорошо. Вопрос по правилам дорожного движения. Покажите нам еще один знак. Жанг Влад. Это был Дамир Первый. Дамир Первый. Пешеходная дорожка. Верно, Дамир. Выбирайте ему. ПДД давайте. ПДД. Итак, этот знак. Колонка. Бензоколонка. Заправка. Правильно. Автозаправочная станция. Верно. Выбирай, Дима. Математика. Вопрос по математике. Итак. Чему равна сумма углов треугольника? 180 градусов. Молодец. 180 градусов. Итак, у нас математика исчерпана. Все вопросы закончились. И теперь ПДД. Давайте тогда выбираем тему правила дорожного движения. Итак, внимание на экран. Что у нас? Стоянка, где можно отремонтировать машину. Место для осмотра автомобилей. Верно. И на этом правила дорожного движения закончились. Дорожного движения закончились. Остается астрономия, млекопитающая, география. География. Итак. Ни море, ни земля. Корабли не плавают и ходить нельзя. Ни моря. Ладу. Нет. Лебо. Нет. Это? Дамир. Попробуй. Не, не ходим. Затягивает. Что затягивает? Что затягивает? Болото. Нет. Но, к сожалению, мы снимаем этот вопрос. Почему? Потому что, Дим, ты первый раз неправильно ответил. По правилам нашего проекта должен отвечать другой участник. Итак. Давайте Тирю. Переход хода. Пожалуйста. Дамир. Дамир. Географию. Вопрос по географии. Итак. Какое поле самое-самое большое? Это? Магнитное поле. Нет. Нет. География. Попробуй ответь, Тимур. Это? Земля. Нет. Так. Что у нас? У нас штанский. Пустыня. Пустыня. Попробуй, Тимур, Тимур, Тимур. Какие наши просторные казахстанские степи? Молодец. Ну, браво. Я честно рад за тебя, потому что это твой первый приз. Давай выбирай тему. Астрономия. Вопрос по астрономии. На какой естественный предмет больше всего похожа наша Земля по своему внутреннему строению? Шар. Нет. По своему внутреннему строению. Дима. Нет, нет, нет. Дима, ваш ответ. Можно вопрос повторить, пожалуйста? На какой естественный предмет больше всего похожа наша Земля по своему внутреннему строению? Витя. На яйцо. На яйцо. Правильно. Дамир. Молодец, верно. Это на яйцо. Выбирайте, Дамир, тему. Астрономия. Астрономия. Самая близкая планета к Солнцу. Луна. Нет. Ой, к Солнцу. Тихо. Еще раз. Нептун. Нет. Нет, нет, нет. Дамир. Меркурий. Молодец. Красавчик, это так. Выбирай тему. Астрономия. Вопрос по астрономии. Итак, одного ли цвета звезды? Да или нет? Кто быстрее? Нет. Молодец, Дамир, действительно нет. Ни одного. Выбирай тему. Астрономия. Вопрос по астрономии. Какая из планет Солнечной системы не имеет планет? Не имеет планет? Нет такой планет. Есть. Еще раз, можно повторить вопрос? Какая из планет Солнечной системы не имеет планет? Венера. Молодец. Это действительно так. Венера. Выбирай тему. География. Вопрос по географии. Где находится Эйфель? Батканцы. Молодец, Тимур был первый, хотя я хотел название этой башни исковеркать, но у меня это получилось Итак, выбирай тему Млекопитающее Самое крупное сухопутное млекопитающее Слон Дамир, молодец, это действительно слон, и так выбирай тему Млекопитающее давайте Млекопитающее, чем отпугивают своих врагов скунцы? Пуканьем Нет, по другому Молодец, вот настроение подняло Хорошо, но у нас было на высоте Роспект 27 школе Ну так, выбирай тему Музыка вокруг нас Музыка вокруг нас Звучит сейчас песня, ваша задача угадать либо исполнителя, либо название Слушай внимательно Бумер Бумер, молодец Молодец Бумер, это выбирай тему Млекопитающее Млекопитающее Итак, животное символ силы и смелости Это Тигр Лев, лев, лев Ай, Тимур был, Тимур, Тимур ответил Лев, Тимур, ну давай львиной своей хваткой География Вопрос по географии Итак Внимательно Сколько процентов суши составляет в пустыне? 10% 15% Нет 25% получается 25% Ай Ладно, молодец Засчитаем Тимуру, это действительно правильный ответ 25% Выбирай тему Млекопитающее Млекопитающее Верблюд Верблюд Молодец Молодец Так Вот видно, что Юля, обрати внимание Видно, что наши участники сегодня Реальные соревнования Потому что Видно, как они все это делают с большим интересом Жажда выиграть и заработать в своем умом деньги Выбирай тему Млекопитающее Млекопитающее Итак Верно ли, что заяц не поворачивает головы И видит предметы, находящиеся позади Нет О, нет, нет Молодец Да Все, засчитываем Ну что ж Господа с 27-й школы Спортсмены Настоящие парни Мы начинаем считать ваши деньги Через несколько секунд узнаем, кто выигрывает сегодня И, возможно, выиграет 10 тысяч деньги Это главный приз нашего телепроекта Редактор субтитров А.Семкин Дорогие друзья, на календаре 9 июня И вы смотрите проект «Энергия удачи» Спасибо, что в воскресенье вы проводите с телеканалом Рика ТВ Мы посчитали деньги наших участников И вот итог Дамир зарабатывает 3,5 тысячи тысячи Браво, Дамир Молодец Тимур зарабатывает 2,5 тысячи Вот, что характерно для Тимура Он вначале как-то или стеснялся, или переживал, а потом Рыванул Рыванул, да, как говорят Спринг сделал, да? Итак, Дамитрий Дамитрий зарабатывает 7,5 тысячи синге Молодец Дамитрий, мы тебе предлагаем увеличить эту сумму до 10 Сыграть с нами в суперигру А вопрос какой там будет? А вопрос уже будут подбирать тебе телезрители, которые уже к нам могут звонить Ой, нет, 7500 нормально думают 7500 нормально? Может, все-таки 10? Нет, нет Давай, давай, 10 Ну-ка, слушай, 10 тысяч в кармане будут А вдруг 7500? Ты такой талантище, но попрошу Тимура и Дамира, чтобы они тебе не помогали Хорошо? Да выиграешь! Ну, давайте Давайте, уговорили, да? Итак, мы попросим сейчас телезрителя позвонить к нам в прямой эфир 222-333 для того, чтобы выбрали тему Но за всю историю нашего проекта сегодня все вопросы ребята исчерпали Поэтому у нас остается три темы Астрономия, млекопитающий и музыкальный вопрос Вот из этих трех тем, пожалуйста, выберите для Димы одну, на которую он будет отвечать На вопрос, на который он будет отвечать Итак, добрый вечер Здравствуйте Как вас зовут? Марина Очень приятно Итак, мы хотели бы, чтобы вы сейчас Дмитрию помогли и выбрали для него тему Какую? Астрономию, млекопитающий или музыкальный вопрос? Давайте астрономию Итак, внимание, вопрос супер игры Дима, ребята, мне подсказывают, все должно быть честно Откуда на Луне появились кратеры? Подумай, есть минута Откуда на Луне появились кратеры? Время пошло Пока Дима думает, дорогие друзья, мы хотим вам напомнить, что совсем скоро у нас будет розыгрыш Подарка среди покупателей торгового дома энергии Ребят, не подсказывай Ну, я думаю, могу ответить Ну, хорошо, давай Это из-за столкновения метеоритов, да? Здравствуйте 10 тысяч достаются сегодня учащимся 27-й школы, я не забыл Вот, ребят, мы с вами прощаемся, Дамира и Тимура Дима, вас попросим остаться, потому что мы сейчас проведем розыгрыш среди покупателей торгового дома энергия на этой неделе Остановитесь на Красном, проспект Санкибай-Батыра, 72 Субтитры сделал DimaTorzok Приобретая продукцию в торговом доме энергия на неделе на сумму от 5 тысяч и выше, вы становитесь обладателем купона Мы каждое воскресенье разыгрываем призы И уже завтра один из покупателей получит свой приз в торговом доме энергия Ну, опускаем мототрон, ему подержи Сегодня наш победитель Дмитрий, который выиграл 10 тысяч тенге, он и определит уже другого победителя этой недели среди покупателей Итак, получается у нас пустой шарик Покажите, операторы Спасибо вам большое Все, честно, да? Вращаем барабан и определяем, кому же сегодня достанется приз Вообще, Дим, вопросы все сложные были? Да нет, в принципе, математика легкие вопросы А вот остальное уже немножко надо было подумать Итак, все купоны у нас находятся в том положении Все, я могу доставать, да? Ты можешь доставать Я не могу счастливый билетик Достаем счастливый билетик Счастливым билетом является это номер 013181 Итак, мы поздравляем клиента Торгового дома «Энергия», который имеет купон со следующими цифрами 013181 Поздравляем вас Поздравляем Вы получаете подарок Ну что ж, Юля, Дмитрий, спасибо вам за участие в проекте сегодняшнем Спасибо Дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся ровно на одну неделю Наш следующий эфир смотрите 16 июня в 19.20 на Рико ТВ Дай Бог вам здоровья и всех благ Удачи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова